Библейский портал экзегет.ру представляет Экклесиаст призывает помнить о Боге с юности не только тогда, когда старость и обстоятельства жизни заставят человека обратиться к небу, и не тогда, когда порог смерти уже вынуждает человека думать о вечных вопросах, а думать об этом с юности. Потому что есть такое искушение у людей откладывать вечные вопросы, откладывать общение с Богом до тех времен, когда у них не наступит тяжелое обстоятельство жизни или не наступит старость. Благо человеку помнить о Боге с юности, потому что, если мы вспомним всю предыдущую книгу Экклесиаста, мы увидим, что только в общении с Богом, только в общении духовной жизни становятся актуальными все усилия и все дела человека под солнцем. И дальше Экклесиаст очень хорошо художественно поясняет, что он хочет сказать, говоря о днях, в которых будешь говорить, нет ни удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дома, согнутся мужи и силы, и перестанут молоть мерющее, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замокнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, и замокнут черепения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасны, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшину источника, и не обрушилось колесо над колодезем. О чем говорит здесь Экклесиаст? Ну, первое, он говорит о времени старости и о времени смерти. Доколе не померкли солнце свет луна и звезды, это об ослаблении зрения. И тучи, находящие вслед за дождем, это предвестник грядущей смерти, то есть время, когда человек ослабевает. Задрожат стерегущий дом. Стерегущий дом – это поэтическое указание на руки. Согнутся мужесилы, мужесилы, которые поддерживают человека, это ноги. Перестанут молоть мелющие, это зубы, потому что их немного осталось, здесь все логично. И помрачатся, смотришь, и в окно, то есть помрачатся глаза. Запираться будут двери на улицу, то есть рот уже не сможет нормально произносить речь. И когда замокнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, то есть когда звук жерного между зубами утихнет, и человек будет страдать от бессонницы, вставая рано утром, и замокнут черепение, то есть ослабеет голос. Высоты будут им страшны, потому что недоступны, и на дороге ужасны, потому что человек будет бояться на дороге не только разбойников или каких-то тяжелых препятствий, но даже упасть на дороге для старого человека бывает тяжело. И зацветет миндаль. Цвет миндаля обычно обозначает окончание зимы и наступление новой жизни, наступление весны. И вот этот момент перехода от старости к новой жизни обозначает свой экресиаста цвета миндаля. Отяжелеет кузнечик, то есть тело человеческое станет тяжело ему носить, и рассыплется каперс. Каперс – это плоды кипариса, которые использовались как тонизирующие средства. И вот эти слова говорят о том, что для человека, пришедшего во время старости, во время немощи, уже даже вот эти тонизирующие свойства каперса становятся неэффективными. И вот подходит человек в вечный дом свой, то есть в могилу, в которой он будет пребывать уже вечно, то есть до второго пришествия Христа, и готов окружить его плакальщица. Ну, это понятно. Плакальщица – это древняя традиция восточная. Пока не порвалась серебряная цепочка и не разорвалась золотая повязка. Вот это интересно. У нас в русском переводе, может быть, не совсем точное слово подобрано, потому что здесь, скорее, золотая чашка. Серебряная нить обозначает нить жизни, а чашка обозначает некоторое наполнение, какой-то смысл жизни человека, который он хранил в течение всего своего земного пути. И вот если этот смысл был наполнен земным, на что указывает слово «золото», если человек был привязан к материальному, то она разбивается, эта золотая чашка. И не разбился кувшин у источника и не обрушилась колресса над колодезем. Это уже указание на окончательную смерть и прекращение дыхания, прекращение кровообращения, прекращение жизненных процессов в теле. С одной стороны, говорится здесь о смерти, потому что седьмой стих указывает «И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его». И действительно, тело отходит в землю, из которого было взято, а дух возвращается к Богу. При этом важно помнить, что дух в Боге не растворяется, потому что Экклесиас неоднократно упоминает о личном пребывании человека после смерти в вечности. И дух отходит к Богу, сохраняет свою личность. При этом Экклесиас говорит, что все это суета-сует, все это ерунда. И когда мы смотрим на этот отрывок, с одной стороны, мы видим, как Экклесиас описывает смерть человека, но с другой стороны, мы все знаем, что конец нашей земной жизни может наступить не только с нашей земной смертью, но и со вторым пришествием Господа. И все вот эти образы, которые мы прочитали, они также могут быть истолкованы в контексте второго пришествия. При этом они уже будут истолкованы в прямом смысле. Пока не померкли солнце, свет, луна и звезды, о чем мы знаем, во втором пришествии Христа померкнут светила. И не нашли тучи вслед за дождем, то есть не начались разные природные катаклизмы. В тот день задрожат стерегущий дом, то есть те, кто стерегут свои дома, и согнутся мужи силы, то есть те, кто считал себя сильным, поймут немощь, свою немощь поймут тщетность своей силы. Перестанут молоть мелющие, потому что их осталось немного. Кстати, очень интересный момент, и даже в какой-то степени пророческий, потому что людей, которые мелют на жерновах, действительно со временем становится все меньше, и технический прогресс дает возможность машинам замещать этот физический труд. И мелющих реально становится все меньше. И вот эти вот люди, которые занимаются перемолкой хлеба, они остановятся, потому что не будет уже необходимости печь хлеб. И помрачатся, смотрящие в окно, и будут запираться двери на улицу, ну, все это понятно из-за страха, и мы читаем об этом и в пророчестве Захарии, и в Евангелии от Матфея, о том, что будет знамение Сына Человеческого на небесах, и это испугает многих людей, это знамение Креста. И будет вставать человек по крику петуха. Здесь крик петуха обозначает пробуждение к вечности, обозначает самого Христа, который, приедя, уже не даст людям возможности оставаться в иллюзии спокойствия, в иллюзии и в таком духовном сне. И высоты будут им страшны, потому что приходит духовный мир, высокий духовный мир, который будет пугать людей. Ужасы на дороге – это вот эта вот суета, смятение последних дней, с последнего времени, которые покажут все низменные стремления людей, всю суетность их жизни, и все это будет на дорогах. Дороги – это всегда образ какого-то открытого пространства, на котором все видно. И мы знаем, что в день последнего пришествия последнего суда грешники будут вопить к небу горы, покройте нас, потому что всем будут видны их беззакония. И зацветет миндаль. И здесь как раз миндаль показывает окончание зимы и начала весны в духовном смысле. Окончание такого земного существования мира и начала вечности. Отяжелеет кузнечик, то есть уточнеет. Кузнечик – это существо с крыльями. И здесь указывается на то, что наша душа отяжелеет, то есть примет на себя обратно свое тело. И рассыплется каперс. Каперс здесь обозначает гордых людей. Кипарис – он высоко возвышается над землей, и человек гордый может быть сравнен с кипарисом, человек высокий по положению может быть сравнен с кипарисом. Все эти высоты, все эти должности, вся эта сила, которую человек имел в своей земной жизни, все это рассыпется в прах. И порвется серебряная цепочка, то есть цепь звезд, и разобьется золотая чашка, то есть солнце, и разобьется кувшин, и обрушится колесо над колодцем. То есть и сами процессы природные, которые запущены Богом, как колесо над колодцем, сломаются, и не будет уже потребности в них, то есть никто не будет приходить с кувшином черпать земные блага. И очень интересны эти слова экклесиаста, потому что и первый, и второй смысл идут рядом, они противоречат друг другу. И также прах возвратится в землю, а дух возвратится к Богу. Это говорится о грешниках, которые отходят в ад после последнего суда Божьего, а те, кто был духовен, те, кто служил не плоти, а духу, возвращаются к Богу. И заканчивается этот абзац словами «суета, сует, все суета». То есть экклесиаст, озирая своим взглядом конец жизни человека или конец мира, смотрит и понимает, что суета – все, все, что не наполнено жизнью с Богом. Именно поэтому в самом начале главы он призывает помнить о Боге с юности. Дальше идут слова, которые некоторые приписывают какому-то другому писателю, но, скорее всего, здесь экклесиаст, то есть Соломон, говорит о себе в третьем лице. Кроме того, что экклесиаст был мудр, ну, мы знаем, что Соломон не отличался излишней скромностью, поэтому он мог о себе такое сказать. Он учил еще народ знанию. И здесь есть указание на название книги экклесиаста, то есть человека, который собирает людей, и, как мы уже говорили в видении к этой книге, экклесиаст, как царь Израиля, обязан был раз в семь лет собирать людей, считать им и толковать им священное писание. И вот он учил народ знанию, все испытывал, исследовал, составил много притчей. Старался экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Здесь есть указание на книгу притчи Соломона, и говорится о том, что слова истины, то есть то, что экклесиаст испытал, то, до чего он докопался, написаны верно, и нет в этом сомнения. И дальше говорит он такие слова. «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». Это очень интересный момент, что слова мудрых, как гвозди или как иглы, как что-то крепкое, человека может прикрепить к Богу, и составители от единого пастыря, то есть все, кто говорит духовные вещи, все, кто говорит истину о духовном мире, по слову Соломона, все имеют источник вдохновения в Боге. И здесь он как раз указывает на то, что его книга – это книга отчасти пророческая, то есть имеющая вдохновение от Бога. «А что сверх этого, сын мой, того берегись». То есть то, что не является мудростью. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. То есть человек, он может приобретать много знаний, может интересоваться огромным количеством мудрости, но по большому счету Соломон говорит, что его книга дает человеку все необходимое для того, чтобы быть мудрым. И Соломон предостерегает от большого количества чтения и от умножения знаний. На самом деле мы сейчас, к сожалению, во многом утратили традицию медленного чтения, в том числе медленного чтения Священного Писания. А ведь именно медленное чтение Священного Писания дает человеку возможность со всех сторон рассмотреть немногочисленные слова мудрости и извлечь из них большую пользу. Потому что текст пророка можно читать и быстро. В этом нет ничего плохого. Но познать суть, проникнуть в глубину можно только при медленном, спокойном чтении. И экклезиаст предостерегает от умножения знаний, говоря о том, что если человек нашел какие-то слова мудрости, лучше оставаться в них, пересчитывать, углубляться и через это входить в познание Бога. Есть проблема у некоторых церковных людей, которые переживают, чтобы им еще почитать. Но если в библиотеке человека есть одна, две, три книги, которые ему помогают в духовной жизни и которые ему кажутся важными и полезными и дают ему знание мудрости, то лучше спокойно пересчитывать эти книги, не заботясь о том, что необходимо прочитать дополнительно и спокойно исследуя остальную литературу, не пытаясь найти в ней дополнительное какое-то основание. Потому что такое умножение текста зачастую отвлекает человека от сути. И в конце книги экклезиаста Соломон подводит итог всему вышенаписанному. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог проведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Сущность всего – бояться Бога и исполнять Его заповеди. Потому что именно это дает человеку смысл жизни, именно это дает человеку ощущение внутренней гармонии, ощущение добра и дает человеку приобретение в вечности. Без этого все остальное становится суетой, и повседневная, и религиозная, и нравственная жизнь человека. И если мы доверяем Богу, если мы знаем, что Господь присутствует в нашей жизни, и впереди перед нами вечность, мы знаем, что каждое наше дело, сделанное перед Богом, принесет нам пользу и не будет забыто в очах Божьих, потому что Господь приведет на суд и все тайное, хорошо ли оно или худо. На этом мы заканчиваем чтение книги Ихрисиаста или проповедника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok